Продюсерский центр «Русская гармония» и Александр Ганичев представляют Русская народная телепередача «Гармонисты России». Здравствуйте, уважаемые телезрители, друзья, любители русской песни, русского баяна, русской гармонии. В эфире русская народная телепередача «Гармонисты России» на канале «Жар Птица» и я, ее ведущий, Александр Ганичев. И вновь по многочисленным просьбам вас, дорогие телезрители, в нашей программе баянист, композитор, певец, заслуженный артист России Сергей Войтенко. Это я. Приветствую. А что, действительно многочисленные просьбы были? Конечно, конечно. Все время говорят, что показывайте Войтенко и даже некоторые передачи ставим на повтор специально Сергеем Войтенко, чтобы люди слушали тебя. И вот, понимаешь, последняя передача, две или три передачи, которые мы записывали здесь на телеканал «Жар Птица» «Гармонисты России», мы все время пели песни на мои стихи. Потому что так получается, что... Фантазии у нас с тобой не хватает. Не хватает, да. Какие песни с тобой? Ну, давай на твои стихи. А их у нас с тобой на сегодняшний день 39. 40. Уже сделал 40-ю? Сегодня уже готова была новая, но я тебе покажу попозже. Ох, вот она как. Хорошо. 40. А есть же ребята, с которыми ты сотрудничаешь. Есть же другие поэты, песенники, прекрасные поэты. И пишут прекрасные тексты, прекрасные песни. Поэтому сегодня я предлагаю в качестве солидарности, так сказать, с моими коллегами, поэтами-песенниками, хотя бы по одной песне показать ребят, с которыми ты сотрудничаешь. Как с поэтами. Договорились? Давай. С какой мы начнем? Я даже знаю. С какой? Я даже знаю. У меня есть один знакомый поэт, поэт-песенник, который написал народную песню, народную песню этот написал поэт-песенник, и песня эта называется «Морожка». И поэтому народная песня «Морожка» исполняется автором Сергеем Войтенко. Стихи и музыка Сергея Войтенко «Морожка». Поехали. Когда из дому уезжал я к летву, миленькой давал вернуться на порог, когда морожка зацветет, но за весной весна летит, а я по-прежнему в пути. Не плачь, родная встреча впереди. Эй, пролетает путь дорожка, эй, цветет ягода морожка, эй. А ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесом полем перееду, эй, да, любимый, я доеду, эй, за окольюте стоит весна. Весна! Но так идет за годом год, то дождик льет, то снег метет и не дает идти по долгоданному пути. Преодолею семь невзгод, вновь морожка зацветет, когда шагну я на родной порог. Но я с дороги подостал, да конюш больно старый стал. Я куторочку заверну, там ночью отдохнул. Хозяйка милую была звала, остаться навсегда. До дома ждет и любимая меня вместе. Эй, пролетает путь дорожка, эй, цветет ягода морожка, эй. А ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесом полем перееду, эй, да, любимый, я доеду, эй. За околицей стоит весна, весна! Эй, пролетает путь дорожка, эй, цветет ягода морожка, эй. А ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесом полем перееду, эй, да, любимый, я доеду, эй. Эй, пролетает путь дорожка, эй, цветет ягода морожка, эй. А ты ждешь меня, грустишь одна. Эй, лесом полем перееду, эй, да, любимый, я доеду, эй. За околицей стоит весна, эй. Вот она, народная русская песня в исполнении автора морожка. А, Сергей, сколько ты написал песен вот в своей жизни на стихи, на стихи других авторов, не считал никогда? Ну, на свои стихи не так много песен. Я, знаешь, когда начал писать песни, когда мне было еще лет там 15-16, вот в это время, это я, когда мне уже было сколько, почти 40 лет, я начал писать на стихи других авторов. А так я до этого старался писать сам, самостоятельно, на свои собственные стихи. У меня написано много песен на мои стихи, но они... Как говорится, знаешь, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Вот поэтому, когда я начал уже сотрудничать с профессиональными поэтами, я понял, что все, что я там написал, вот, это все, оно пусть и лежит. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь это увидит. А может быть, когда-нибудь мне покажешь, может быть, там и хорошие стихи, потому что это ведь проблема из всех авторов. Вот каждый пишет и думает, ага, вот я написал, а у него лучше. Я вот даже с ребятами, с гармонистами, с нашими, которые пишут стихи и пишут песни, вот он написал свою песню, а поет песню другого автора. Я тебе покажу немножко. А почему ты не поешь свою песню? Считаешь, что хуже? Да, считай, а вот у автора лучше. Я не считаю, что я хуже, я считаю, что, понимаешь, я достаточно профессионально умею писать музыку. И когда текст, который ты, например, пишешь, Женя Муравьев, Евгений Иванович, Ваня Овчинников, Андрей Черников, Ирина Филимонова, Саша Большаков, это профессиональные тексты, которые выверены, у которых есть поэзия действительно. Поэтому, когда сильный текст и сильная музыка, это всегда получается хороший результат. Ну, кстати, у меня есть одна песня, точнее, это была музыка. Вот такая была музыка. Ирина Филимонова, Саша Большакова. Ну и так далее. Она такая очень лирическая была написана, и там припев такой. Ну и так далее. Очень душевная музыка. Появились стихи потом. Я заказал это первые стихи Евгения Ивановича Муравьева. Песня «Музыка называлась «Ты так далеко». Я написал её в памяти своего младшего брата. Он у меня погиб. Я написал эту музыку, она мне приснилась в самолёте. Вот. Если интересно посмотреть, как эта музыка звучит в исполнении дуэта Боярмикс, загляните в интернет. Просто забейте «Ты так далеко, Сергей Войтанг?». И вот этот клип мы сняли тогда с Димой Хромковым, с моим партнером по дуэту. И это когда музыку мы играем, она настолько проникновенная, она настолько до слезы трогает. Тем более, когда я рассказываю историю, связанную с этой музыкой. Она вроде светлая. Вот я сейчас начал играть, ты залыбался. Она светлая музыка? Да, ну потому что я брата очень сильно любил, и он был младший, вот, и «Царство его небесное». И вот я понял, что на эту музыку нужно написать песню. Вот послушай, подожди. Это я к тому, что когда сильный текст и сильная музыка, получается результат хороший. Но иногда бывает наоборот. Я попросил Муравьёва, Евгения Ивановича, написать. Это был мой первый заказ на текст, он написал текст совершенно потрясающий. Он написал текст про моего брата. То есть, что ты так далеко, между нами года, между нами беда уже навсегда, и встала стеной. «И встала беда, перед нами стеной, ты так далеко, брат мой, в полнеба закат, в полнеба рассвет». Не помню всего текста, но Евгений Иванович очень здорово всегда писал и пишет, слава Богу. Вот, и представляешь, я записал эту песню на эту музыку, и ощущение, что они друг другу съели, знаешь. Схлопнулось всё. То есть, не слышно ни стихов, ни музыки. То есть, бывает тогда, когда очень сильный текст и очень сильная музыка. Они друг друга съедают просто, да. Вот, представляешь, так получилось. Я до сих пор не оставляю этой мысли написать всё-таки на его текст песню. Может быть, сделать эту мелодию, но переаранжировать, потому что, возможно, там с аранжировкой тоже связаны какие-то моменты. А может быть, совсем другую песню написать. Ну вот, поэтому… Ну вот, какую песню хочешь показать на стихи Муравьёва? Евгений Иванович, мы написали огромное количество песен, тоже несколько десятков песен. Прекрасно. Практически так, как сейчас с тобой. Ну, побольше даже. Мы с ним давно сотрудничаем, да. Вот. И наши песни поют разные артисты. И Лев Лещенко, и Майданов, и хор Росгвардии, так же, как и твою песню тоже наши с тобой поют. Ансамбль Александровой. Ну, много-много-много исполнителей по всей стране. А песня, с которой мы начали, собственно, началась моя творческая карьера именно как автор-исполнитель. Мы с тобой одной кровью. Какая история была у этой песни? Наверняка интересно будет. Мне Евгений Иванович прислал это стихотворение. И я буквально его открыл. Вот он присылает. Он говорит, я прислал тебе новый текст, посмотри. А у меня такси заказано уже. Понимаешь? И оно подъезжало уже. И я смотрю, у меня прям пять минут такси. И я думаю, открываю текст. Знаешь, так быстро наиграл-наиграл. И вот как я тогда наиграл, торопясь перед такси. Она так и осталась в этом же виде. Он тебя так обычно. Всегда так. Я же тебе звоню. Когда? Ты сделал? Он говорит, не сделал. Ну, сейчас сделаю пять минут. Ну, сделал-сделал. Слушай, я уже убегаю. Ну, жизнь такая у нас. Ну, что, мы с тобой одной крови. Эх, была не была, кони рвут у дела. Кровью тронут осколок зарей. Гибель хмель да острог, посреди трех дорог. Мы всегда выбираем все три. От любви пропадать, славить и проклинать. В сотый раз из огня полымя. Облака, как коновой, и за нашей спиной, города остаются дымя. Мы с тобой одной кровью. Мы с тобой одной кровью. Мы с тобой одной боли. И живем мы, любим жадно. Мы с тобой одной правды. Крещены одним пожаром, сожжены одной гитарой. По себе мы сами судьи, и другими мы не будем. Не будет. Не будет. Не будет. На холме белый храм, а в стволе девять грамм. Я и жизнь, мы один на один. Пусть у края небес манит ангел и бес. Наливай, а потом поглядим. Мы с тобой одной кровью. Мы с тобой одной боли. И живем мы, любим жадно. Мы с тобой одной правды. Крещены одним пожаром, сожжены одной гитарой. Но себе мы сами судьи, и другими мы не будем. Не будем. Не будем. Не будем. Другими мы не будем. В эфире русско-народная телепередача «Гармонисты России». Заслуженный артист России Сергей Войтенко. Мой соавтор, который пообещал мне сегодня сороковую песню показать на мои стихи. Почти как сороковой симфонии. Не говори-ка, да. Какой сегодня день? Мы запомним его. Мы с тобой решили еще, знаешь как, что мы, если будем в год писать по 30 песен, то через 10 лет у нас будет уже 300 песен. И куда же мы их всех девать-то эти песни будем? Столько артистов не хватит, чтобы мы… Мы соберем большой хор. Ну, в принципе, да. И пусть они все поют все 300 песен одновременно. Ну, тогда нас делают все в одной тональности. Но перейдем… Все-таки у нас сегодня передача, посвященная поэтам-песенникам, которые сотрудничают с Сергеем Войтенко и пишут для него стихи прекрасные. И вот есть такой в Санкт-Петербурге достаточно еще молодой человек, Иван Овчинников, поэт-песенник. Но настолько талантливый, столько вот мы сделали уже с ним песен именно классных. Ну, вот… А ведь познакомились-то, да, совсем вроде бы… А случай такой, да. Все случайно. Да, случайность и не случайность. Знаете, как говорят? Мы с тобой тоже познакомились на программе телевизионной. Да. А мы там не должны были появляться. Да. Оно как бы так нас свело. Так же, как с Ваней. Ну, Ваня, понятно, он как бы… Он ходил на все мои концерты, когда я приезжал в Питер с Баян Миксом еще там 10-20 лет назад. Вот он еще был совсем маленький тогда, юный. И вот когда однажды я приехал тоже в Питер на какой-то очередной концерт, это было, по-моему, 13-й или 14-й год. Угу. Или 15-й, не помню точно. Ну, недавно. Соответственно, ну, лет 7-8 назад, может быть. Мы с ним не так давно пишем песни. Вот. И он ко мне подошел, Сергей, я, говорит, хочу… Нет, это было не 13-й точно, это был 16-й или 17-й год. Ну, получается, 6-7 лет. Я хочу, чтобы вы написали песни на мои стихи. Я говорю, ну, давай стихи. Он говорит, я еще пока не написал. Вот так. Он говорит, я хочу начать писать стихи. Представляешь? То есть человек настолько в себе чувствовал силы… И уверенность. И уверенность, да, что… Не, он на самом деле очень скромный. Вот по нему не скажешь. Ну, мы знакомы. А внутренне он очень такой… У него стержень такой есть. Вот. И он говорит, я вам напишу, я сегодня пришлю. Я говорю, хорошо. Ну, я посмеялся в душе, я думаю, как такой парень… Я еще пока не написал, но хочу, чтобы вы написали песни. Он присылает… Текст назывался «Победа». Победа – первый поцелуй, он самый нежный. Победа – душа двоих полной надежды. Победа… Утихла канонада. Победа под мирным небом Ленинграда. Это была песня автобиографичная про его деда, который воевал. И его любимая его ждала в блокадном Ленинграде. И он очень хотел с ней встретиться. Она хотела, чтобы он остался жив. Понимаешь, вот это… И вот эта сила любви, она их соединила. И вот, собственно, такая песня получилась. И она была первая. И потом пошли-пошли-пошли песни, и мы как бы… Сегодня что споешь? А сегодня я спою песню, которая называется «Батя». Эта песня, сейчас она уже на радиостанциях начала звучать. Поэтому, я думаю, что кто-то ее уже, может быть, и слышал. Этот текст он написал про своего папу. Но она… Она подходит… У нас только подходит всем. Да, поэтому… Поэтому давайте. «Батя» Иван Овчинников. Текст. Музыка Сергеева. Да. Да. Вечерело в русской деревне, на полях задремали стога. Разговор наш с батей вечерний я забыть не смогу никогда. Он поджег папироску лучи, и с прищуром взглянул на меня. Батя был настоящим мужчиной, и в тот вечер сказал мне, любя… Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой. Прощай все подлости, знай меру гордости. Да только, мать, не забывай и путь домой. Мы сидели у старенькой бани, понимая друг друга без слов. Рядом батя и рубль в кармане, а вдали тихий стук поездов. Не б в тот вечер вернуться багровый, где над домом ленивый дымок. Батя там молодой и здоровый, говорит мне, запомни, сынок. Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой. Прощай все подлости, знай меру гордости. Да только, мать, не забывай и путь домой. Живи по совести, не зная горести. Живи без зависти, люби душой. Прощай все подлости, знай меру гордости. Да только, мать, не забывай и путь домой. Да только, мать, не забывай и путь домой. Да только, мать, не забывай и путь домой. В эфире русская народная передача «Гармонисты России». Заслуженный артист России Сергей Бойтенко. Поем песни на стихи поэтов-песенников, с которыми сотрудничает Сергей. Сереж, вот есть песня у тебя «Баян, баян, душа от всех россиян». Она очень подходит фестивалю твоему «Душа баяна». В этом году уже который раз провел фестиваль? В 2023 году начался второй фестиваль. Он будет длиться два года. В 2023 году мы проехали пять федеральных округов. Это уральский федеральный округ, северокавказский, южный, северо-западный и центральный. В каждом федеральном округе мы подарили музыкальный инструмент. Где-то уже подарили, где-то еще он изготавливается и скоро мы вручим. Это я к тому, чтобы участвовали в фестивале. Потому что фестиваль очень яркий. В нем участвовать могут все и дети, и взрослые, и любители, и профессионалы. У нас как минута славы. Один номер только нужно сделать яркий. Но главное, чтобы в номере присутствовал баян, аккордеон, либо гармонь. Либо физически, либо в виде темы, либо в виде образа. То есть можно стихострение прочитать. Либо можно в шахматы на нем сыграть. Либо потанцевать, либо попеть, либо по инструментам. И на следующий год еще будет. И на следующий год это будет уже Приволжский федеральный округ, Сибирь, Дальний Восток и новые территории. Но мы их будем, скорее всего, делить. То есть часть мы проведем в Крыму, часть проведем в ДНР, ЛНР или, может быть, рядом в Ростовской области. Кстати, сегодня в нашей программе будет участвовать лауреат нашего фестиваля 2023 года. И она номинант на лауреаты всего фестиваля. Но мы это чуть попозже пока сохраним секрет. Хорошо, да. Где-то в конце передачи. Хорошо. А кто написал стихи? Стихи написал мой коллега. Мы с ним вместе работали. Это музыкант, композитор, поэт, доцент кафедры народных инструментов Самарского педагогического университета Александр Владимирович Большаков. Вот такой человек. Человечище. Он в свое время создал, первый создал такую кавер-группу, который назывался Самара-городок. И он все песни сочинял для этой группы. И это была очень популярная группа в Самаре. Я помню, я сидел, стоял, смотрел на них. Мне так нравилось, как они работали. А песня называется Россия, Родина Баяна. Но Россия, Родина Баяна сначала была написана как Самара, Родина Баяна. И поэтому я буду петь и Россия, и Самара. Потому что Самара действительно Родина Баяна. В 1897 году Баян родился именно там. И создал его мастер Павел Леонидович Чулков. В 1897 году. И еще добавлю. Это вот Сергей Войтенко. Это такой патриот своей Самары. Пропагандист. Своей Самарской области. Это вот как я за Вологодскую, как у нас есть поговорка, я за Вологду родную с топором на танк пойду, так же он за свою Самару. Ну поехали. Танец Баян. Павел Леонидович Чулков. Павел Леонидович Чулков. Создал Баян. В России самый первый. И вышел наш Баян как на парад. И покорил он сразу всю планету. Гармошечки Баянчик, младший брат. И без него в России жизни нету. Баян, Баян, душа всех россиян. Волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян. Самара, родина Баяна. Баян, Баян, душа всех россиян. Волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян. Россия, родина Баяна. И пусть в России дел не про ворот. Век космоса и технологий нано. Но душу, кто свернет и развернет. Мелодия родимого Баяна. Россия все смеет пережить. Какой бы жизнь была б не постоянной. Россия сможет без всего продыть. Но не прожить России без Баяна. Баян, Баян, душа всех россиян. Волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян. Россия, родина Баяна. Баян, Баян, душа всех россиян. Волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян. Самара, родина Баян. Баян, Баян, душа всех россиян. Волнует сердце постоянно. Мы любим русский наш Баян. Россия, родина Баян. Мы любим русский наш Баян. Самара, родина Баян. Русская народная телепередача «Гармонисты России». Заслуженный артист России Сергей Войтенко. Сегодня поем песни на стихи поэтов-песенников, с которыми ты сервера сотрудничаешь. И еще один поэт-песенник это Андрей Черников. Да, мы с ним написали тоже много песен. Очень хороший поэт. И, кстати, знаешь, что есть песня, которая стала тоже народной, но я ее сегодня не спою, потому что она дуэтная. Это «Любовь проказница». А «Любовь проказница, иногда кусается». Как бы ты со мной, если бы спел, но не особо было бы то, потому что там женская и мужская песня. Поэтому я буду петь другую сегодня песню. «Любовь проказница, иногда кусается. Если веришь мало, то пиши пропала. А любовь проказница, с чувствами играется. Счастье улыбнется тому, кто не сдается». Она там Афина поет, что я из деревни, она из города. Ты тоже с Андреем давно сотрудничаешь, да? Ну да, да. Но у нас не так много вышло с ним песен именно готовых. Мы только сегодня с ним созванивались. Он написал стихи про яйца, которые сейчас закончились в магазинах и стали дороже на 200 процентов. Ну неважно. Шикарная песня может получиться. Поэтому, возможно, скоро я ее вам представлю. А еще он написал, знаешь что, тоже буквально вчера прислал. Было видео, где наши бойцы перед боем на коленях молятся. У них там батюшка боевой, да? И они там молитву перед боем читают. Это меня тоже очень впечатлило. И вот он написал очень шикарные стихи. Я хочу на эту тему написать песню. Но он меня сегодня тоже поругал. Он говорит, почему так мало песен ты выпустил наших в свет? Вот с Ганчевым там, вот с Муравьевым, вот ты вот с Овчинником. А со мной почему мало? И так каждый рвет тебя на части, понимаешь? Когда? Я тоже там 10 текстов вперед отправлю. И каждый день тюкает. Так, а вот эту песню когда напишешь? Да-да-да, я убегаю. Завтра напишу. А завтра пошло послезавтра и так далее. Ну, давай песню Андрея. Ну, эта песня не моя музыка. Олег Муренко есть такой у нас автор, тоже друг мой. Он написал песню «Я держу победу» на стихи Андрея Черникова. И у меня вышел сейчас целый цикл казачьих песен. И вот одна из этих казачьих песен, там только моя музыка в основном. А вот эта казачья песня, она получается… Ну, в твоем исполнении. В не моей музыке, да. Поехали. Когда война закончится, когда пройдет война, Любви душе захочется и счастье да пьяна. Оставлю службу ратную, отправлюсь на покой, Любимую обрадую, когда вернусь домой. Родную ненаглядную увижу пред собой, Одержу победу и айда домой. Я приеду, еду, еду до семьи родной, Одержу победу, кончится война. Я приеду, еду, еду, жди меня жена. Когда война закончится, когда пройдет война, Войду в родную горницу, медалями звеня. А там жена красавица до счастья детских глаз, И слезы вдруг покатятся от радостей у нас. Любимая избранница солдата дождалась. Одержу победу и айда домой. Я поеду, еду, еду до семьи родной, Одержу победу, кончится война. Я приеду, еду, еду, жди меня жена. Одержу победу и айда домой. Одержу победу и айда домой. Я приеду, еду, еду до семьи родной, Одержу победу, кончится война. Я приеду, еду, еду, жди меня жена. Все! В эфире руссконародная телепередача «Гармонисты России». В гостях заслуженный артист России Сергей Войтенко. И вот у нас красавица, девушка, гостья. Гостья приехала к нам из Донецкой Народной Республики. Сереж, представь, пожалуйста. Алиса Диденко, она лауреат нашего фестиваля «Душа Баяна». Как раз случилось так, что я был… По-моему, я у вас в сентябре где-то был, да? В сентябре приезжал с концертами. И на шахте побывал у ребят в Торезе. Шахта же в Торезе? Угу. А потом дал концерт. И как раз Алиса была в зале. Потом… Вы же вместе с мамой были? Да. Вот. Они вместе с мамой подошли. И… Ну, как обычно. Говорили спасибо и так далее. А… И ты рассказал, по-моему, что ты на Домре играешь и… Что я увлекаюсь театральным и хочу связать свою будущую карьеру с артистом. Этистической профессией. Да. И я говорю, приезжай к нам на фестиваль. У нас фестиваль, говорю, как раз через месяц. Будет рядом с вами. Ага, и она приехала, да? Это Торез. И фестиваль мы проводили в городе Зверево, Ростовской области. Там доехать было недалеко, в принципе. Там недалеко? Там где-то сто километров. Ну, три часа примерно. Да. Ну, за границами совсем. И все. И она приехала и всех положила на лопатки. И взяла первое место. Вот так? Да. У нас номинация есть «Художественное слово». Она как раз в этой номинации взяла первое место. И сейчас она является финалистом нашего фестиваля всероссийского. что мы ждем тебя уже в октябре 2024 года. Мы ждем тебя в октябре 2024 года в Москву на суперфинал и, соответственно, гала-концерт. Ну, я надеюсь, что конкуренты у тебя, конечно, будут. Но я очень надеюсь, что ты также займешь первое место. То, что ты великолепно читала. Тогда у нас прямо у членов жюри все мурашки были. Алиса, а что нам прочитаешь? Я прочитаю отрывок из рассказа Елены Козловой «Над обрывом плакала гармонь». Алиса Диденко, Донецкая Народная Республика. Пришла весна, а вместе с ней и победа. Как радовались все. А Егорушке работы прибавилось. Стал опять с гармонью на пристань ходить. Но уже не провожать пароходы. Встречать. Каждый день ходил, будто братья и сестры с фронта возвращались. Вечером, часам к девяти, пароходы прибывали. Гудками всю округу на ноги поднимали. Егор надевал чистую рубаху и к реке. До самой осени ходил на берег. Я его отговаривала. «Хватит уже! Простынешь совсем! Вот-вот снег пойдет!» А он спокойно так. «До закрытия навигации поиграю!» «Тогда и я с тобой!» Ветер нес по берегу дождь со снегом. Пассажиры выходили из сияющего огнями парохода в неласковую осеннюю тень. А Егор, спрятавшись от дождя под соснами, стоит на взгорке около пристани и крает синий платочек. Первые пассажиры уже разошлись, а после всех по трапу спустился солдат на костылях. Правой ноги у него нет. Шинель не застегнута. На груди ордена и медали звенят. Поднялся на голос гармонии, встал перед Егором, Сидор с плеча стянул и говорит. «Ну, здорово, друг!» «Живой?» «Дай пожму тебе руку!» «Ты не помнишь, конечно, А ведь под твою гармонию ходил я на фронт, Под нее и вернулся! Вернулся!» «Если б не гармония-то, Эх, я ведь, я ведь закрою глаза в землянке, Начну края родные вспоминать, И тебя вспоминаю, Берег Сысольский, Эти березы, тополя, И ты на гармонии играешь священную войну!» А потом, в госпитале, Сколько раз чуть не плакал, Кубы кусал, Кому я нужен такой? Я ведь до войны Охотником был не последним, А теперь по лесу-то как? Без ноги не побегаешь, И опять перед глазами ты со своей гармонию, Будто зовешь домой! Да! Зовешь! Глядишь, И терпеть можно жизнь такую! Так что, Спасибо! Солдатское спасибо тебе! И поклон до земли! Икора дал мне гармонь, Протянул руку солдату, А я смотрю на него, И не узнаю! В отсветах пароходных огней Исхудавшее лицо, Плотно сжатые губы, Часто моргающие веки, Не поймешь, Слезы текут по щекам, Или холодные капли дождя. Зимой Умер Егор. После похорон Будто солнце мое погасло, Как выдержалось сердце, Не разорвалось от горя. Но... Но хоть и прошло уже с той поры Немало лет, А плач и радость Этой вот гармонии Стоит в ушах до ныне. Никто ведь после Егорушки Не играл на ней. И вот и сейчас, Даже вот в наше время Этот рассказ точно так же актуален. Абсолютно актуален. Потому что так же люди уходят на фронт сейчас И уходят с гармонию. И вот даже одному ржевскому гармонисту, Которому подарили гармонь, И он ушел на фронт с гармошкой, И гармошка спасла жизнь. Попал осколок. Все. Весь удар. Весь удар пришелся в гармошку. Она в дребезге, А он остался жив. И вот ему из Ржева Отправляют туда на фронт Новую гармонь. Специально для него заказывают. То есть вот такие истории Сейчас происходят. И конечно, В это непростое время. Вот мы с тобой столько песен написали О войне. О Донбассе. И мне бы хотелось, Чтобы и сегодня в этой передаче Прозвучала песня Уже на мои стихи. И музыка Сергея Войтенко. Песня, которая называется За Донбасс. Льется градом свинец На Луганск и Донецк. В небе утреннем Зарево тусклое. Пыль военных дорог Враг пришел на порог. Покорить, уничтожить Все русское. Чтобы свет не погас Стал наш гордый Донбасс За людей, да за землю свободную. И с России в строю За отчизну свою. За покой и за волю народную. За весну, за мир, за Донбасс. За победу у нас дело правое. За священное слово приказ. Да за русские села с дубравами. За родителей, за детей. За любовь, за страну светло ликую. За погибших в бою друзей. За Россию нашу великую. Цель одна на двоих. Не бросаем своих. Крепнет пусть боевое содружество. Славный русский Донбасс Гордо смотрит на нас. Наша армия доблесть и мужество. Сила правде всегда. Пусть проходят года. Не забудь восемь лет испытания. Нет, все было не зря. За закатом заря. Так идет со времен мироздания. За весну, за мир, за Донбасс. За победу у нас дело правое. За священное слово приказ. Да за русские села с дубравами. За родителей, за детей. За любовь, за страну светло ликую. За погибших в бою друзей. За Россию нашу великую. За весну, за мир, за Донбасс. За победу у нас дело правое. За великую. За русские села с дубравами. За родителей, за детей. За любовь, за страну светло ликую. За погибших в бою друзей. За Россию нашу великую. Великую. Вот и подошла к концу наша русско-народная телепередача «Гармонисты России» на телеканале «Жар Птица». И сегодня в гостях у нашей телепередачи были гости из Донецкой Народной Республики Алиса Деденко. И заслуженный артист России, поэт, композитор, певец Сергей Войтенко. Всего вам доброго, дорогие друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова